С початку этого года в регионе зафиксованы 71 выпадок махлярства, а за увесе 2019-й – амаль 600. Новые схемы жильництва заявляются постоянно, а иснующее злоумысники удоскональвают. Как не трапить на воду, а шоканца удоведовалась Вероника Гамзюкова. Основный вид афер – просьба, не быта дымясь об ров, дать пазыку в социальных сетках, а так само пропанова худка-заробку на биржевых ресурсах и имгненные выигрыши. В большем 80% выпадков суперсправные деяния, здействованные с выкористанием интернету и информационных технологий. В минулом году так само были актуальные фальшивые пропановы купли голосового контакта и продажу криптовалюты. В основном люди попадаются на уловки мошенников при приобретении различного рода товаров. Необходимо акцентировать внимание на том, указан ли вообще мобильный телефон продавца, есть ли реальная какая-то возможность с ним связаться. Если данная информация не указана, либо указано, что с продавцом можно связаться только посредством каких-либо смс сообщений, мессенджеров, либо переписки на сайте, стоит обходить стороной такие объявления, либо задуматься, стоит ли приобретать данный товар. И еще один крючок аферистов – махчимость отримать легкие гроши. Например, на форекс-платформах и биржевых сайтах. Люди находят объявы в интернете об махчимости разбогатеть. Региструют особистый кабинет и робят початковый взнос. Сумма в аккаунте растет. При спробе вывести свой заработок человек отримывает поведомление, что для снятия наявных грошей треба заплатить проценты. Потерпелось, объясняя несколько платежов, але программа все равно не дозволяя вывести гроши. У вынику все, что застается, только пригожая личба на мониторы. Рекомендовал бы гражданам промониторить интернет на предмет получения дополнительной информации о том или ином сайте. Как правило, когда уже милиция начинает разбираться по этому поводу, в интернете обнаруживаем значительное количество негативных отзывов. Это мошенники, невозможно вывести деньги, ну и так далее. То есть тем самым вы бережете себя от затрат, которые вернуть практически невозможно. Сегодня для захования безопасности в интернете снижены взрослые цены с протяжения до отказности за крадешь с закористанием компьютерной техники. С 16 до 14 годов. Ранее многим подлеткам, которые занимались махинациями або становились удельниками злочинных схем, удавалось обозбегнуть криминальной отказности.